И снова о бизнесе. 500 алматинских предпринимателей освободят от уплаты аренды. О том, как бизнесменам получить такую поддержку и кто именно попадает под постановление, узнавала наш корреспондент из южной столицы Ольга Зинченкова. В период карантина предприниматели столкнулись со множеством проблем. Это и нехватка потребителя, и приостановка деятельности. Вот только обязательства как были, так и остались. Особенно для тех, чьи помещения находятся в аренде. Иркеблан Касымханов тоже не остался в стороне. На рынке общественного питания он уже более 4 лет. Мужчина совместно с партнерами открыл 5 столовых. Все они находятся в государственных медицинских учреждениях. Говорит, что до весны этого года бизнес был прибыльный. А теперь столкнулся с тем, что вместо доходов копятся долги перед арендодателями. Так как мы находились в медицинских учреждениях, сразу же наша деятельность была приостановлена. Мы полностью не работали. Весь персонал ушел на карантин. В этот момент государство пошло навстречу предпринимателям. И на время ЧП снялось с них обязательство по уплате аренды за государственные помещения. Но здесь возникла новая проблема. Режим ЧП закончился, а возобновить свою деятельность смогли не все предприятия. До 19 июня мы были освобождены полностью от арендной платы в госучреждениях. Но после 19 июня, так как в медучреждениях был объявлен карантин, у нас не было доступа к работе. Но арендная плата нам начислялась. Образовался долг в размере 5 миллионов тенге. До настоящее время Атамике нам помогли разобраться с этим долгом. И проводится у них работа по списанию данного долга. Кроме того, в палате предпринимателей добились полного освобождения от уплаты аренды за государственные помещения с сентября и до конца этого года. По многочисленным обращениям бизнеса была проведена соответствующая работа Национальной палатой предпринимателей. И 1 сентября в своем послании народу Казахстана глава государства дал поручение соответствующее приостановить начисление арендных платежей арендаторам объектов государственного и квази-государственного имущества. И вот нам, как стало известно, данное поручение уже выполнено. И предприниматели, у кого есть в аренде объекты государственного или квази-государственного имущества, могут обратиться за получением соответствующего приостановления начисления аренды. По данным управления государственными активами города Алматы, около 500 предпринимателей будут освобождены от уплаты аренды. Для того, чтобы приостановить начисление аренды, необходимо через личный кабинет с помощью электронно-цифровой подписи отправить заявку. Ольга Зинченкова, Руслан Куанышев. Специально для Атомикен Бизнес. Алматы.